В 2003 году в прокат вышел фильм Джона Эмела «Земное ядро». По сюжету ядро нашей планеты перестало вращаться. Чтобы спасти всех от Армагеддона, группа американских учёных и инженеров создала подземную лодку, на которой отправилась в центр Земли. На первый взгляд, безумная фантастика. Однако в 20 веке сразу несколько стран разрабатывали подземные лодки. В России жил уникальный человек, инженер Пётр Расказов, который разработал уникальную концепцию подземной подводной лодки. С этого момента он был взят под негласный оперативный контроль на территории Российской империи. И так как он не пошёл на вербовку, в 1904 году Пётр Расказов был уничтожен выстрелом из пистолета. И всё это было замаскировано под революционные события на улице. Разработкой идеи продолжил заниматься Александр Тереблев. И именно с его именем сегодня связывается проект подземного крота. Ещё до начала Второй мировой войны учёный не раз ездил в Германию, чтобы поделиться опытом с немецкими коллегами. Немцы очень активно заинтересовались этой работой. В 1934 году был создан экспериментальный аппарат, который сделал фон Ридер. Проект Ридера получил название «Змей Мидгард» по имени персонажа из скандинавских легенд. Тогда в разгар войны практически удалось собрать первый образец подземной лодки. Однако работу прервало наступление Красной Армии. При наступлении Красной Армии спецподразделения СМЕШ, военные контрразведки, на территории Прибалтики нашли секретные документы с чертежами вот этой подземной подводной лодки. Чертежи были отправлены в Москву, где и стали очень активно заниматься этой темой. Советские ученые увидели, что немцам удалось исправить ошибки и модернизировать проект. Их чертежи взяли на вооружение, и именно с помощью такого подземного комбайна, по мнению исследователей, впоследствии была создана гигантская секретная база на Урале. Ее называют «Белорецк-16» или «Имантау». Этим данным, которые мы знаем о «Имантау», которые все равно просачиваются, как бы их не сохраняли, данный город, он предназначен на одновременное проживание порядка 300 тысяч человек. Это система тоннелей диаметром порядка 10 метров, с ответвлениями, в которых уже сделаны и гостиницы, и какие-то там технологические помещения, лаборатории. Между тем, кое-кто из нацистских ученых оказался во Франции. Оттуда тоже приходили тревожные известия. Специалисты, которые должны были обеспечить республику собственными космическими и баллистическими ракетами, вели себя точно так же, как и в США. Пугающе независимо. В какой-то момент стало заметно, что между действиями этих ученых в разных странах наблюдается какая-то координация. То они, так сказать, притормаживали исследования в той или иной области, то попросту саботировали, то договаривались о каком-то конкретном направлении, в котором нужно идти, всем согласованно. И независимо от того, этот ученый во Франции работал или в Англии, или в Америке, они договаривались между собой. Но как удалось незаметно создать мировую сеть таких военных центров, не привлекая к себе внимания? Как удалось наладить централизованное управление? Неужели руководители США не знали, чем у них под носом занимались нацистские ученые? Тридцатьчетвертый президент США Эйзенхауэр отважился предупредить об этом нацию только в своей прощальной речи. Его последователь Джон Кеннеди, который хотел реформировать военно-промышленный комплекс и секретные службы, был убит. Они сколотили огромные состояния. Они могли использовать национальную безопасность, чтобы скрыть свою криминальную активность. Человек, который пытался остановить их, это был президент Кеннеди, и мы знаем, чем это закончилось. Он был убит, вероятнее всего, людьми Буша-старшего и могущественной группировкой американских нацистов, которая захватила США. 2004 год. Очередная президентская гонка в США. За место в Белом доме борются непримиримые, вроде бы, кандидаты. Однако республиканец Джордж Уокер-Буш и сенатор-демократ Джон Керри имели между собой нечто общее. Оба были членами тайного общества «Череп и кости». Меняются лица, но поскольку все они так или иначе связаны с этим обществом «Череп и кости» или с теми же самыми корпорациями, которые финансируют обоих претендентов на президентский пост, в американской политике мало что меняется. Если бы «Череп и кости» действительно было студенческим братством, то на него не стоило бы обращать внимание. Однако члены общества – это самые влиятельные люди в Америке, элита. Отец президента Буша тоже был его участником, как и его отец, бывший сенатор Прескотт Буш. Как и сто лет назад президент Уильям Говард Тафф. Этот список включает в себя видных служителей церкви, богатейших бизнесменов, знаменитых юристов и государственных деятелей. Один из представителей этого семейства, Бертон Рассел, был одним из главных теоретиков нового мирового порядка. И главный девиз организации «Череп и кости» – это именно новый мировой порядок. Барак Обама! Общество «Череп и кости» существует и сегодня. Ходят слухи, что нынешний президент Барак Обама может быть его членом. Но как это может повлиять на всю мировую политику? В 1921 году в Германии во время одного из заседаний Баварского парламента депутат Гаррис сделал странное заявление. Он тряс кипой документов, в которой, по его словам, были доказательства существования заговора. Он говорил, что в скором времени его раскроют. Однако спустя несколько дней Гаррис был убит. Преступника не нашли, и инцидент со временем забылся. А доказательств, о которых говорил депутат, так никто и не увидел. Тогда Германия только отходила от поражения в Первой мировой войне. Казалось, что амбиции страны похоронены навсегда. Однако пройдет два десятилетия, и она двинется на завоевание мира. После Первой мировой было принято решение разогреть националистическую пропаганду до такого уровня, чтобы в конце концов создать, так сказать, такие силы, которые смогли бы уничтожить едва только созданную веймарскую Германию, демократическую Германию. Между двумя мировыми войнами тайные общества росли по всей Германии как грибы. Деятельность каждого дополняла деятельность других. А такое возможно только в том случае, если эти общества получали инструкции из единого центра. Членом одного из таких обществ был Мартин Борман, впоследствии личный секретарь фюрера. Эта тайная группа спаслась после Второй мировой и обосновалась в других странах. Скорее всего, именно беглые нацисты организовали так называемую секретную команду. И сегодня в нее входят банкиры, журналисты, агенты разведслужб и политики всего мира. С каждым десятилетием она становится сильней и действует активней. Но какую цель они поставили перед собой? Смотрите далее. Заповеди нового мира. Кто хочет уничтожить население Земли? А также план спасения мира. Кто бросил вызов мировым гегемонам и устроил взрывы на их подземных базах? Уникальные свидетельства адепта самого секретного общества в мире. Не переключайтесь.